Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Киногод 2017 подходит к концу и сегодня мы подводим итоги и рассказываем о лучших фильмах уходящего года. А говорить будем только о фильмах, которые смотрели сами и которые произвели на нас впечатление. Две картины от известных режиссеров с особым почерком. Нелюбовь Андрея Звягинцева. История о современной московской семье, переживающей тяжелый мучительный развод, вошла в шот-лист на Оскар 2017. Чрезвычайно сильное высказывание о душевном состоянии современного российского человека. И два замечательных дебюта. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Мелое, самобытное и цельное режиссерское высказывание Александра Ханта. Оно порадовало в конце года стилем, музыкой и сочными актерскими работами. Предлагаю сделку. Атмосферная теснота. Первый фильм Кантемира Балагова. Мы, я и моя Лея решили пожениться. Энергетически заряженное кино о девочке-подростке конца 90-х, которая идет своим путем к свободе. А сейчас мейнстримовые ленты года. Режиссерский дебют Джордана Пфила «Прочь». Он стал одним из самых обсуждаемых фильмов года. Качественно сделанный хоррор, включающий в себя социальный комментарий. Ценность разума не зависит от цвета кожи. Не зависит от цвета кожи. Фантастический боевик Джейса Менгалда «Логан». Она фанатка Люди Икс. Тут на три четверти брехня. Он основан на комиксах Марвел и является частью серии фильмов Люди Икс и третьим фильмом про Росомаху. «Малыш на драйве». Американский комедийный музыкальный боевик. «Малыш». Цель бронированный фургон у периметра Траст в дан воде в 10 утра. Есть тачка для отхода, но я должен угнать с парковки другую, ту, что не сразу заявит в угон и в 8 быть на месте. Режиссер Эдгар Райт рассказывает нам историю о молодом водителе, работающем на криминального авторитета. А сейчас несколько слов о бартхаусном кино. Британский драматический фильм «Леди Макбет». Режиссер фильма Уильям Олрайт. Он основан на очерке Николая Лескова. Прелюбопытнейший выверт постмодерна. Шекспировский смысл, взятый когда-то русским писателем, возвращается к родным берегам в иной трактовке. И еще одна категория фильмов, которая претендует на звание арт-мейнстрим – «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Он основан на реальных событиях, начала Второй мировой войны. Мы пойдем до конца. Мы никогда не сдадимся. И сделан на высочайшем художественном уровне. Визуально фильм безупречен. Картина Метро Мартина Скорсезе «Молчание». Она была представлена на суд зрителей в самом начале года и повествует о странствиях двух священников-изуитов по Японии 17 века. При скупости внешней динамики она поражает своим внутренним напряжением. Слишком опасно. Мы сами избрали эту миссию. «Мама» – скандальный фильм-метафора Даррена Аронофски. Она об отношениях молодой пары, оказывающихся под угрозой, когда в их дом заявляются незваные гости. Картина разделила критиков и зрителей на два лагеря. Фильм является одним из самых сильных кинематографических потрясений года, снятым по-настоящему свободным и бесстрашным автором. Вон из моего дома! И завершаем лучшим сериалом этого года, хотя многие считают его настоящим художественным фильмом. Это «Твин Фикс» сезон 3 Дэвида Линча. К творениям режиссера нужен особый подход, поэтому приключения специального агента Дэйла Купера 25 лет спустя достойны звания одновременно лучшего сериала и лучшего фильма года. А на этом у меня все. Субтитры создавал DimaTorzok